Медработникам предлагают объединиться в добровольное общество и платить взносы в специальный фонд. Эти деньги пойдут на адвокатов и оплату штрафов в случае, если врач станет фигурантом расследования. Обезопасить себя люди в белых халатах решили из-за того, что слишком уж часто им приходится не лечить, а доказывать свою правоту. Спорит с врачами и внучка 82-летней Лидии Поляковой. Она говорит, что ее бабушке поставили неверный диагноз. В противотуберкулезном диспансере о своих пациентах распространяться не любят. Туберкулез – болезнь, о которой говорят с неохотой. Но здесь случаи особенные. Родные 83-летней Лидии Поляковой обвиняют экибастутских врачей в том, что они не диагностировали вовремя открытую форму заболевания и лечили пенсионерку от бронхита. Теперь она 4 месяца проведет в стенах закрытого отделения. Диагноз туберкулез у нее подтвержден лабораторно, рентгенологически. Состояние в настоящее время на средней степени тяжести. Дисциплинарную ответственность за эту ошибку понесла участковый врач. Возможно, теперь ей еще предстоит пройти через суд. Поэтому Национальная палата здравоохранения предложила создать общество медработников и фонд, в которые будут собирать взносы для страхования врачей от ошибок. В комитете контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью Паладарской области сообщили, что в прошлом году в полицию отправили 30 материалов о врачебных ошибках. Пока им придется защищаться самостоятельно. Было проведено 77 проверок в 2016 году. Это все в основном на качество оказания медицинской помощи. Из них 18% это те случаи, когда нами были подтверждены дефекты. Казахстанцы довольно часто жалуются на непрофессионализм врачей. По всей республике проходят суды как уголовные, так и гражданские. Бывшие пациенты или их родные требуют материальную компенсацию за свои страдания от неправильного лечения. Однако авторы законопроекта подчеркнули, защищать врачей, фигурирующих в уголовных делах, не будут. Руку помощи с деньгами из фонда планируют протягивать тем коллегам, кто действительно не виноват. Алиял Мухамбетова, Тимур Атьмухамбетов, Информбюро, Павлодарская область.